Высокую церковную моду продемонстрировали на хорах Федоровского собора. Там начала свою работу временная выставка с эскизами и готовыми облачениями, изготовленными в мастерской «Ортодокс». В числе первых посетителей были и наши коллеги из Санкт-Петербурга. Сотни богослужебных одежд для священства и храмов создали художники, швеи, портные, ткачи, вышивальщицы и ювелиры мастерской «Ортодокс». Собрать из них выставку почти невозможно, ведь изделия разлетелись по разным странам и континентам. Но эскизы и фото позволяют судить о масштабе работы. Есть, например, заказчики, которые у них нестандартные, или узкая рука, им нужен поруч поменьше, либо полная рука, широкая, вернее, кисть тоже. И они очень рады. И это такая отдушина и радость для мастеров, когда заказчик рад, он получает индивидуальную вещь, и ему удобно, ему красиво, ему приятно, что это для него. И это очень такой энергетический обмен между художником и заказчиком. Это очень вдохновляет. Первую круглую дату пятилетия дизайн-студии «Ортодокс» отметили открытием выставки на хорах Федоровского собора. Основатель творческой мастерской сам приветствует зрителей и знакомит с объектами декоративно-прикладного искусства. Перед нами облачение Ирейское из коллекции «Цветок и льна». В 2016 году был год экологии. Федоровский собор участвовал в ночи музеев, как всегда традиционно. И к этому событию я решил изготовить облачение, которое как раз отражало экологичность и какую-то такую вот эргономичность. Поэтому я взял грубую рогожку, холст изо льна, хлопка лен, и все это лаконично заключило в подкладе лазурного цвета, так как лен цветет таким красивым цветом. Богослужебные одежды и храмовые облачения, хорогви, плащаницы, ризы, изготовленные в мастерской, отличаются особым стилем. Предпочтение авторы облачения дают шелку, льну и хлопку, в которых жив дух древности. В современных изделиях есть связь времен, потому что образцами для него служит что-то, созданное когда-то давно. Да, причем это не обязательно, это не копии, это все оригинальные. Насколько я понимаю вообще, насколько я могу ориентироваться в этом сам. Это оригинальные изделия. И это замечательно, что есть сейчас, в наше время, те, кто создают такой не ширпотреб, а что-то делают уникальное. Выставка продолжит работу до конца марта и будет доступна для посетителей в субботу и воскресенье с 12 до 18 часов.